Всем привет, друзья! Продолжаю серию тест-драйвов в замечательной игре Spintires. Очень нравится до сих пор, катаюсь на самых различных машинках. Спасибо большое еще раз всем мододелам. В этот раз такой свободный тест-драйв, без всяких подробных характеристик и попыток постебаться над каким-то коррявым транспортным срезом. К сожалению, не все моды одинаково хороши, но просто для интереса уже достаточно давно поставил погонять на муле. Мул, видите, так называемый, шестиколесный тарантас. Вот, и я сначала думал сделать полноценный на него такой обзорчик. Кстати, уже в процессе делаю по УАЗу Патриоту обзор. Вот это будет достаточно интересная штука. Ну а здесь что? Почему я не стал делать полноценное видео по мулу? А все очень просто. Эту штуку засадить в грязь очень сложно. И все, как бы весь интерес про это транспортное средство, оно все сводится к тому, вот как он выглядит. Очень необычный такой шестиколесный трактор, огромные катки. И даже когда цепляешь на нем вот такую телегу, проехать ты можешь вообще где угодно, никакой проблемы не возникает. Поэтому, собственно, тут даже никаких экстремальных ситуаций на этой машинке-то не сделать. Плюс она, несмотря на большие такие катки, достаточно легко пролезает между деревьями, всякие броды преодолевает, горки. То есть, ну, в принципе, ничего интересного нет. Тут на ней даже, знаете, если даже не пользоваться полным приводом, блокировка дифференциала, она все равно едет и едет. То есть, наделили такими космическими характеристиками этот автомобильчик. И в итоге я на нем просто в удовольствие катался, ну вот, потому что выглядит он прикольно, не знаю, что там у него есть. Очень правильная пропорция у мула. Действительно такая рабочая, хорошая лошадка получилась. И, конечно же, не могу не отметить, единственное, что здесь вот этого забавного водителя, которого, видимо, попу намазали клеем и приклеили к водительскому креслу. Вот он так сидит. И руки, я не знаю, что там ему вставили, что он их все время так держит. Ну, в общем, такая деревянная дубовая моделька водителя. В таких случаях это всегда очень забавно. Спасибо, что поставили. Потому что мне, честно говоря, уже надоел транспорт, Синитайрс, когда никого нету. Просто не водил, ничего. То есть, сама все машины едет. Это, конечно, нелепо. Для, как бы, игры 2015 года, пусть даже она вышла в 2014, это глупо и бредово и вообще не понимаю. Так что спасибо ребятам-мододелам, которые продолжают нас радовать такими машинами. Именно благодаря им проект развивается. Потому что, естественно, первоначальный набор машинок, все эти Мазы, Уралы, Зилы, это, конечно, очень весело. Но откатав на них, я не знаю, месяц-два, мне кажется, любой фанат уже сойдет с ума от скуки, от безделия. Тем более, новые карты тоже, я так понимаю, рисуют неофициалы, а все те же самые модеры, мододелы. И, в общем, спасибо тут надо сказать тем ребятам, которые изначально Спинитайрс раскручивали, я не помню, где, на Пистартер, по-моему, раскручивали, на каком проекте. В общем, им надо сказать спасибо, что они дали основу, движок, базу и вообще саму идею. Хотелось бы просто, чтобы они продолжали развивать. Очень интересный этот проект. Может получиться, можно все-таки гонки какие-то придумать и сделать, оффроуд какой-то такой полноценный. Мне кажется, что будущее есть. А так вот пока иногда выдается одна минутка, времени совсем мало, там 10-20-15 минут бывает вечером. Не хочется, если нет возможности зависать часами в этих играх, просто вот так поместить грязь иногда очень хочется. Мне, конечно, это больше иногда нравится делать в реальной жизни, на нормальном таком полноценном внедорожнике. Но не всегда получается, непогода соответствует, время есть. А здесь вот, покатался в удовольствие на этом муле. И, ну, ну, что, забавно, видите, машинка. Куда не заедешь, в какую грязь, какую дорогу, везде прокатывается. Вот, единственный забавный у меня момент был. Поставил я Зил, мод какой-то отдельный. А у него, видите, вместо колес один корпус, вообще больше ничего нет. То есть, я так и не понял, в чем смысл. Как на нем ехать, вообще невозможно. То есть, поэтому прицепил его так к мульчику и прокатил, так сказать, затащил в грязевые ванны. Немножко искупал его. Что с ним еще делать, совершенно непонятно. А, в общем-то, глюков в игре полно. Но, чем мне нравится Пентайр, что игра, несмотря на очень красивую картинку, даже по нынешним меркам, и такой вот огромный уже набор транспортных средств, он продолжает меня практически каждый раз, когда я запускаю игру, удивлять какой-нибудь фигней. Вот, один раз, видите, колес нет, а вот сейчас еще вам покажу. Дерево сошло с ума. Это вообще шикарно. Обожаю такие моменты. Видите, я его на нашем Тигре, этом крутом внедорожничке, пытался проехать, столкнуть, что-то сделать. Как-то пройти мимо, а оно меня так ударило, видите, и все, и никак дальше. Не знал, как дальше ехать. В общем, вот такие дела, друзья. Давайте, увидимся в следующих обзорах. Сделаю что-нибудь интересное.